здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня у нас такая вот себе болталка вот я снимала в общем видео как я вязала с натуральной эрафией я просто обещала вам рассказать сейчас я попытаюсь вам рассказать семь кругов ада я прошла конечно с этой эрафией вот здесь у меня просто съемки того видео который я вот так вот моментами снимала сейчас я показываю эту эрафию она какая-то натуральная эрафия это то что я нашла изначально вот которая мне понравилась по цене 50 граммов стоила ну там недорого вот ну вот такой естественный натуральный цвет я же думала что раз два сумку свяжу это было перед отпуском вот что я нашла я заказала эту эрафию довольно посмотрите как она выглядит это кто не видел натуральная эрафия ну это если точно переводить это лыка да это лыка из него я так понимаю делали раньше лапки вот ну а Вика решила панамку и сумку ну это цирк ну в общем я намучилась девчонки если бы вы знали как я намучилась пока я ее вязала во первых это вот такие вот куски жесткие у меня руки как от кошки были поцарапаны все это время ну ну мне хотелось сумку и и панамку я в конце видео я вам покажу ну вот видите она выглядит в принципе это как и это как и бумажная но вот только вопрос в том что это она как-то я не знаю как ее делать я не нашла нигде не статей не как бы объяснение как с ней работать вообще нигде никакой информации вот правда не сначала потом вот сейчас у меня здесь как бы я буду показывать я ее начала разутюживать но это было не сначала вот сначала у меня ободраны были все руки я это так медленно это вязание шло я наверное неделю вязала по вечерам сумку вот ушатала свой утюг видите я его ну короче угробила я свой утюжок вот этот вот после вот этой сумки вот я ее разутюживала очень так тщательно видите пока она связана вот такие где-то метр длина этой рафии было и вот она связана была в такие пучки которые я вот видите не не сначала я их разутюживала а потом начинала вязать вот разутюжила на стул положила и по ниточке разной толщины эти в общем волокна эти пряди или нити ну как их назвать я не знаю в общем в общем это было мучение ободранные в круг в руки как после кошки такое впечатление было что у меня 15 котят дома я вот с ними играюсь вот больно невероятно тяжело не вот видите в конце там видно вот такая вот это нить такие канатики превращалась то есть если она начиналась нитью как как будто бы вот эта бумажная рафия то потом она сужалась и превращалась в эти такие канатики которые для меня были жесткими неимоверно но я же говорю все таки мне нужно было сделать эту сумку вот пробовала я и в два сложения и сложить и пробовала я ее и и и так вот она у меня как бы разутюжена да вот уже начата вот смотрите в сумку я вязала кстати модель такая прикольная это и сумочки у меня получилось и простенькая можете вам связать как думаете сейчас вы в конце увидите самую модель она интересная у меня как раз вот этот моток который я собиралась рюкзак который я решила что я его все-таки делать не буду вот этот откучен или возможно я его буду делать если найду пряжу вот эту которая шнуром но однозначно не буду делать из рафии не нравится она мне вот эта бумажная рафия турецкая плохого она качество вот так вот видите я брала эти волокна и вязала в час у меня просто сумка уже как бы основа связана здесь я разделяю на переднюю и заднюю деталь и вот вижу девчонки вы не представляете насколько это тяжело и как это вообще-то в принципе то это я такая слабая вот руки у меня такие не развиты для физического что есть то есть не развиты для физической работы поэтому не было тяжело но и все равно все равно тяжело это я уже чуть-чуть приспособилась привыкла потому что вот сколько видите я связала ниточки торчат девчонки невозможно их спрятать я думала я ее на на мочу она разбухнет и я смогу эти ниточки куда-то продеть одеть по итогу вот увидите у меня ничего не получилось не вот это разутюшка не намачивание в общем ничего толку толку никакого вот может кто-то знает что из нее делают кроме того что ее используют как декорации как то как бы в коробочке в коробочке и укладут вот в подарочные коробки да это я нашла здесь я видела конечно в чехии используют для подарков для вот этих вот коробок для заполнения коробок да там мыло ручной работы положить либо я не знаю вот это я встречал и еще что я нашла что из нее делают вот это вся информация можете вообще если честно вот информация я вам скажу когда я нахожусь на украине то там поисковик мне выдает совсем другую информацию чем здесь когда я нахожусь в чехии вот правда не знаю почему наверное от локации эта информация может если бы я в другой стране где-то была где использую широко ну эту рафию для вязания то я бы может быть информацию нашла не знаю это мое предположение ну в общем то что то что я нашла в принципе я ничего не нашла я нашла только мочалки как вязать из этой рафии и все а как ее обрабатывать нигде в интернете я не нашла никакого не в ютубе не в написанном формате нигде информации не было вот поэтому я вот так методом научного тыка я просто пробовала что с ней вот образец я связала вот утюжить пробовала потом образец я намочила она маленько разбухла поэтому у меня появилась надежда что все-таки я что-то из нее сделаю ну нормальное такое я все-таки сделаю как бы у меня получится но поэтому по итогу у меня финале ничего не получилось я конечно же осталось там у меня остатки небольшие вот думаю что вот эту сумку все-таки я потом перебежу на мочалки потому что идея вязания мочалок мне конечно же нравится потому что она натуральная мочалка и я почитала по свойствам то что то что я нашла в интернете про мочалку из натуральной рафии то мне понравилась информация она обладает это началка очень такими полезными свойствами поэтому из остатков я мочалки обязательно свяжу вот видите вот сколько кусочков мне приходится соединять и вот эти дрючки торчат потому что их невозможно нереально не связать не продеть вот кстати я уже говорила рассказывала про эту рафию мне там зрительница писала что оставить как декорацию девчонки их слишком много здесь было этих дрючков поэтому как декорацию был не вариант оставить вот только вот так вот соединять я вот честно говоря я я я думала что я надеялась да что если я на мочу и пообрезаю это все дело но потом в разбухшее это волокно она потом спрячется вот ну не тут то было не так все это просто как мне кажется казалось да поэтому получалось я вам скажу утюжить как бы и саму сумку потом вот сейчас я просто могу в сравнении сказать с этой бумажной рафией эту турецкого вот этого качества девчонки это просто нереальная г вот правда я не постыжусь этого слова то что кстати писали девчонки очень много советов по поводу рафии так что первое видео первая часть сумки обязательно почитайте потому что очень много полезной информации под видео в комментариях вот пробовала я ее пока еще не мочила сумку но придется мне ее как-то обрабатывать я так предполагаю мочить я буду и придавать форму этой бумажной рафии я имею ввиду сейчас говорю о нашей сумке раз мы же уже углубились в эту тему тему рафии давайте уже ее закончим вот но скорее всего что это будет мой последний опыт не хочу я с ней работать не нравится мне я не получаю удовольствие мне тяжело вязать даже из бумажной я эту сумку конечно дотяну до до финала в общем дальше не уверена возможно к следующему лету мы возможная какую-то по качестве не куплю и тогда я как бы ну смогу это все дело возобновить ну в общем в этом сезоне у меня вот такой вот опыт с рафией с натуральной из бумажной не тот не тот мне не понравился в общем не знаю в общем конечно восхищаясь девчонками которые вяжут на продажу шляпки сумки именно из этой рафии я правда девчонки вам нужна медаль грамоты все остальное вам нужно обязательно это все дело вас наградить за такой тяжелый труд вот правда тяжелый труд вот смотрю даже девчонки которые из джута вяжут но это же тяжело вот представляете как они бедненькие целый день вот этим джутом джут 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 я же правильно да я не ошиблась ну в общем как они с этим управляются вот смотрите у меня уже готовая сумка вот так вот она выглядит вот так вот это ужас это кошмар караул вот последняя кстати волокна которые вот смотрите я их все перед нам от намочением обрезала после намочения намачивание обрезала ну и на кошмар вот я видите я все обстригала потом еще мочила потом обстригала ну очень ничего это не помогло дрючки как торчали такие и продолжали торчать ну конечно не в таком вот ракурс и видите почему у меня здесь длинные потому что я вот это вот уплотнение как бы старалась в полотну не ввязывать потому что очень очень оно такое получалось ну грубая как бы поэтому я старалась эти все деталь ну как бы части грубые оставить наружу и потом чтобы обрезать все равно концы я обрезала поэтому вот так вот сумка сама модель вот девчонки посмотрите сейчас я ищу вам покажу уже потом в готовом виде сейчас прям сниму да сниму кусочек уже это уже после моря как это все выглядит сейчас у меня панамку я еще связала панамка мне понравилось вот это было было первая мана моя панама потом уже после нее я уже прям там же в хорватии сообразила ту которую сняла на нее видео это получилось больше у меня и чуть другого как бы другой формы ну тут я не считал я не знаю когда сколько там по петлям я не скажу она не по тому мастер-классу связано это просто я вязала ничего не считая так интуитивно вот такая она у меня получилась мне она нравится знаешь те чем вот эта натуральная арафия я не знаю как бумажная себя ведет но она насколько в ней приятно на солнце да и она защищает лицо вот это мне понравилось она очень такая как бы как вам сказать вот и солнце не светит она безумно невесомая такая и даже могу сказать она как-то и холодит приятно такое приятное приятное ощущение ой я вот это смотрю сейчас вам наговариваю как бы вот этот текст этому видео смотрю как я это обрезала как я вот с этим всем мучилась это конечно был был трэш но по итогу сумка и панамка у меня были но натуральную рафию чтобы я еще но еще я мочалку свяжу это я свяжу колючая девчонки мы обгорели вот это вот сумка я ее как взяла на обгоревшие плечо это было что-то это было что-то ну в общем вот такой вот не повторяйте за мной натуральную я смотрела она есть это натуральная рафия и в китае никогда не повторяйте не покупайте ее на сумке шляпы вот эту именно на это декор это только декор работать с ней нельзя она для вязания она просто не годится девчонки это это мой такой грустный опыт ну вот так вот так и вот самый хит панамка моя девчонки она мокрая сейчас я ее намочила она мокрая вот эти все хвостики они тоже размокли они стали мягенькими и вот я когда она нам а я его ее намачивала она разбухает очень красиво разбухает и уже хотя бы петли выглядит как-то по-человечески не так ужасно как при вязании вот тут и наверное я все-таки правильно определила как бы способ обработки и вот мокрым я его обрезала видите вот эту шляпку с обеих сторон вот везде торчат вот представьте метровая длина вот этой вот нити волокна и она все торчит тут как декор я не знаю оно получается как махровое тут как декор оставить не вариант если бы их было несколько там там сам а так их слишком это может быть и надо было оставить вот как вы думаете оставить вот это как декор не знаю ну в общем в общем вот такая вот у меня такой у меня опыт был думать хотела тут я почему снимала думаю расскажу девчонкам чтобы не вляпали не вляпались так как я я обрадовалась и по цене нормально и натурально и думаю да у меня будет шляпа и сумка из натуральной рафии не из бумажной да ладно века расслабься сама форма мне понравилась сумке да и шляпка мне понравилась тут она получилась с рафи ножа говорю я не считала тут петли тут она получилась как такая вот шляпка не панамка что-то среднее между шляпкой и панамкой ну вот и вот девчонки результат вот посмотрите этаж я уже и утюжила и мочила и обрезала но шляпку я вам скажу я ее и буду и носить я ее здесь и на пляж беру озеро у нас здесь есть но вот эти то нитки смотрите она то высохла ну с грубая стала опять вот что с ней делать опять обрезать колючая ну в общем десна сейчас говорю ли лицо прикрыть приятно мочалки буду вязать потратила кучу времени вот она сумка но наш корявая но это ж никуда не годится эта форма я говорю сама модель сумки мне понравилось вот может все таки из этой рафи и вам ее связать быстренько как вы думаете напишите мне да вот она уже и распускаться в общем кошмар караул девчонки не годится ну конечно наверное ума хватит на такое мероприятие может хватить только у вики вот дайте и решить что у меня будет самая крутая сумка из натуральной арахи но панамка еще куда не шло но в общем походила я не сумку поносила но буду распускать и вязать мочалки девчонки но пахнет она так классно вот эта рафиа натуральная панамку оставлю еще поношу короче девчонки вот такой вот у меня опыт так я поигралась с натуральной рафи и ладно ничего за зато посмеялась вам есть о чем рассказать вас о чем-то предупредить чтобы вы не вляпались в общем все на сегодня наша болталка закончена пишите может у вас тоже был какой-то такой интересный опыт эксперимент как у меня в общем у меня вот так тут девчонки а на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока и Продолжение следует...